Друзья, приехали мы на базу, которую я вам показывал весной. Вон мы снижаемся. База тут машины. Все как было. Тут нас встречают Фадеевские улы и наш общий знакомый Юрий Романович Березовский. Приветствую вас. Приветствую к лучшим людям. Вы в эфире. Ну пока еще не в эфире, так что если что можете передать привет своим зрителям. Андрей из Молдовы, Андрей. Здравствуйте. Миша. Улыки от Фадеева. Реклама Фадеева. Я вырежу. Матка развидна, у нас пасека. Мы делаем отводки, самое лучшее делать ранней весной. Берем одну рамку с расплодом, еще лучше одну рамку с третьей семьей. И ставите две вощины. Тут посередине, посередине, розделено, что одна семья на три рамки на одну сторону летает, другая семья на другую. Не, ну это не розделено. Не, не, не. На зиму мы пускаем, только объединяем шесть рамок. Как пчел я на зиму пускаю. А матку куди? Матку продаем одну, лишаем одну для целой семьи, гарантия, что они перезимуют. Вулики очень прекрасные, они хорошо зимуют. Снизу нет капитальной вентиляции, но мы еще ставим снизу порожный магазин. Для того, чтобы клуб мог себе сформировать гнездо, чтобы он не на дне был, не зимовал на меди, а чтобы он себе делал клуб. Воздушную прослоечку вы делаете. Да, да, да. Можете выйти? Да, да. Ну, сейчас там он выйти. Взагал, это выйдет, потому что мне, знаете, сейчас вода замерзла. И будет забавливаться. Возьмите. Сейчас Игорь. Игорь! Какие мы сейчас выйдем? Любой. Это как у меня сестру, Сергей. Ага. Я писал тебе, это за выбор стал турецкий. Да, Сергей, сейчас, сейчас, поболоким. Я думаю, она может быть вся внизу, потому что она уже в клубах. Аж какие они соберут переходы. Все нормально. Зимуют прекрасно. Нет, нет. Плёнки даже не принимайте. Они соберете приклеивать. Видите? Плёнка кругом приклеена. Чего приклеена? Если бы они хотели вентиляции, то они бы ее не приклеили. Ну, тут у вас нижняя есть. Тут открыто низок. Да. Открытые. Ну, и там всех повинны быть открытые вниз. Как в Северодонецке, так и в Польске и Лисоневске. У них нет. 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 Тут лучше. Две решетки. Две решетки. Решетки тут зеленые закрыты. Они открыты полностью. Да. Там два векна. Тут даже не предбачено закрывать. Да. Да. Мы сидим. Даже не предбачено их закрыть. Я переживал за эти решетки. Или не багато? Нет. Не багато. У меня их 200 штук. Туда понимаешь, что они спередуют или назад. Туда, да, вы летаете? Вот тут они сидят. Вот видно, где они сидят. В любую сторону они сидят. Два летка. Две семьи тут налитки. Механом, здесь закрытый нижний вентилятор? Нет. Открытый. Открытый? Может, и там открытый? Да. Там открыли все. Все тут мое открытое. Но там рассчитано, что воно где-то сантиметр в три. Так. А что там? А все полностью. Юрий Романович, ну покажите нам цех, что-нибудь. Что у вас тут поменялось? Пойдемте в цех. Пойдемте в цех. Мы еще вернемся. Покажите, когда вы были, то только как раз было уже готовое помещение. Так. Я обещаю вас, что запрошу на открытый. Так. Мы сделали пробный презентацию. Пробный запуск бы сделали, но когда уже официально будет, то вы обязательно где-то присутник. Будь ласка, заходите. Сашка. Будь ласка, заходите. Будь ласка, заходите. Будь ласка, заходите. Будь ласка, заходите. Для города Матуш. Ого! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Канди месить. Очень классная штука, месить канди. Это тоже польское, наверное, все польское. Канди. Здесь, как мы уже видели, сушилка для пыльцы на коробках. Очень классная. Здесь сушилка. Здесь веялка для пыльцы. За веялку. Мы посмотрим отдельно. Здесь, я так понимаю, фильтры. Короче, все. Это насос для перекачки. Вот оно качает из цеха. Здесь отстойники для меда. Получается 1, 2, 3, 4 отстойника. Отстойники, конечно, классного качества. Ну и здесь Лисуниевские корпуса. Здесь Фадельские улья. Проволку вытягиваются. Проволку вытягиваются. Закручиваются. Троители? Да. В магазине. А знаете, витра из ситпы? Для пенополиуретан. Для пенополиуретан. Для пенополиуретан. Для пенополиуретан. Так. И пойду я дальше скажу вам, что здесь. А здесь полностью склад. Склад корпуса. Ульи. Заготовки на корпуса. Тут работы нищие. Ну, в принципе, как все и было. Здесь. Ну, я смотрю много, конечно. Химекселина. Химекселин. Все химекселин. Тут выезжает, доезжает. Полностью. Вот такой склад. Это опять Фадельские ульи. Никому не нужные. А я раз, два, три, четыре, 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 четыре. Так надежнее. Ну, так больше шурупа надо. Надо экономить на шурупах. Здрасте. Трифуга очень хорошо. Трифуга отбирает. Трифуга отбирает. Ну, как бы так. Будем пробовать. Можливо и на центре флопа. И звуться цього мотора абсолютно достатньо, чтобы закачать четыре остальники по тысячу лет. Это, по сути, гемонизаторы. А на сколько это? Тысяча литров, полтора тонн. По тысячу литров. По тысячу литров. Но что, под углевом, там есть спираль. По крайней мере, партий на четыре делать, правда? Ну, а... Ну, а... Так. Можете, так. Одна. 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 Очень прекрасная штука. Мы тут из сиропа. Прекрасно. Сюда. Переканчали. Супер. Вся продукция химекселена, которую нам еще довезли... Рома, но вы вибор больше сделали на химекселент, да? Я скажу, это экономически... Вегетнейшая. Вегетнейшая пропозиция, чем в лесоне. В лесоне своя, это, может, красота мордки, там... Гарная серия. Просто та. Тут надо скручивать, потому что приходит в разъявлено. В разъявлено, так. Так. Через частинами, а потом уже... Так. А шрупами... Волюют. 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 Температура. Отдавайте температуру. Сюда ставьте абсолютно простые кондиционеры, холодильники. Пилок здесь зберегаем, да? Да. Это медочек. Гречка. Это все мед? Да. Это все мед. А овощиной? Какой овощиной пользуетесь? Овощину я расскажу. О, подожди, сейчас давай, Василий. А не чувствуется, да? Ну, я так само сохраню. Самые обычные пакеты для закваски. Да. Пакет, завязав пакет. Чуешь, Ромка? А ты мне потом покажешь, как работает веялька для пыльцев? Да? Покажи. О, мед. А ващина у нас Миколаевская. А чего вы у вас, Миколаев? Чего вы такой выбор сделали? Попробовали, Михайлович. Попробовали. Запорізьку пробовали, Киевскую пробовали, Польскую пробовали. И нам подошла самая лучшая, от Миколаевская. А я вам рекомендую, это не в целях реклами, рекомендую попробовать лещину дубовиків. Дубовик? Да. Фирма Дубовик. И я думаю, что вы с ними работаете, потому что они очень качественные. Это Каменске. Это люди очень... Это Харьковская область? Нет, Днепропетровская. Днепропетровская. Там очень ответственные люди, и вам очень понравится. Хорошая пощерина. А где это работа, Вашиной? В Миколаевской. Это Миколаевская. Степанов Юра, да, он такой... Миколаевская в Львийской области? Нет, Миколаевская в Миколаевской области. Это твои земляки, Лешка. Да я что-то не в курсе вообще. Если честно, я тоже такого не вижу. Я Запорожье беру в Башино. И мы брали в Запорожье. Попробуйте дубовиків. Попробуйте. Мы в Харькове на выставке зустрели, но нормальные пацаны тоже. Ага, ага. А Мед, Мед, вы в бочках чи в Відрах? Тут что в Відрах? В Відрах. Мы бочки маємо 200 литров? Ага. У нас сила до 200 литров. Сейчас посмотрим. Бочки. А, о, у вас бочки, это Бердяльский, правильно? Новые бочки. Это новая бочка. Бердяльский. У нас есть фирма с Молдовы, которая в таких бочках мед в Европу не вводит. Как это? Европа только в таких и принимает украинский мед. Нет, вот именно, есть у нас две фирмы в Молдове. С серых бочках мед не скупают. Ааа. Слышь, ты видел, как они едут? Это ж такая яморощина, блин, на майцу постоянно. Ну, каждый видишь своё силоводство. Правда? Да и мне только так кажется. Что? Наматывать на каждую, блин, ну, проволоку нацеливают и заматывают. Ну, тут а так делают. Я в последнее время... А почему? Смотри, я... Гвоздиками не быстрее? Значит, я... Гвоздик? Да, да, да. Я был в прошлом году в Сибиле, на одной фабрике. Там женщина, которая ставит проволоку за 7 часов обязанность. В 800 рамок. Ага, не, ну то как бы... В... 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 Вниз вона повинна облайти, тоді... В... 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 В Польске. Мы взяли Булгарку, обрезали, той стаканчик выкинули и сразу на другой день начали нормально обрати. И стаканчик выбросили? Нет. Выбросили той стаканчик. Выбросили. Но не то, не здесь. Нет. 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 Вы поняли. Мы тоже так же сейчас использовали. Мы тоже обрезали. Нет. Мы сразу начинаем на наши украинские, которые круглые и квадратные. Они перешли на украинские, а мы те, кто не выбросили, перерабили. Такая парочка у нас есть. Вам пустите, да, шутки. Мы все перерабили. И прекрасно, где берутся? Единственное, что какой плюс? Эти собираются одна в одну. Украинские, а так и собираются. Там одна зона. Ты приехал на Схидную, чем центральную Украину. Я приехал в Молдавию или Белоруссию. И ты для себя почерпаешь. Я рассчитываю. Вы понимаете? Например, Каугол. Денис проповедует, например, свою генетику, освіти, вулики. И если он скажет, то выходит, что у него он самый лучший. Приходит Другое Северное Донецкое. Когда он расскажет, то выходит, что у него он самый лучший. А мы, когда тем, что рисуем, я перейду и говорю, Ваня, ну скажи мне, какой лучший? Так же, как до меня приезжают. У меня трактори есть Фенди, у меня трактори есть Нью-Холланды, у меня трактори есть Класи. И когда до меня приходят такие самые аграрии, как я, я говорю, Слушай, ты не слушай, слушай меня. Я ними працюю. Я тебе могу сказать и каприз, и экономию, и всем. Так же то, как мы поделимся, и расскажем, и расскажем на другое. Так же? Но то не надо следовать, понимаете? Не надо следовать, учиться, понимаете? И не сдавать сам себе свою помилку. Найкраще у них, где есть золи, где есть мир. Так, о. И на краще порода, которая мне. Да, да. Мы не интересны подбор, но мы интересны. Мы имеем и 300, и 250, и 230. Будем принимать и то, и то. На 8 рамок. На 8 рамок. На 10 рамок. Но вы имеете Денисову? Витручу. Витручу. Мы уже там сядем, сейчас его будет пустим. Ну давай, дождьки, ну я так же слушаю. Да? Да, надо. Для пищи. Да, надо. О, солнце. О, солнце. Ну, уже лезет. О, тут тепленько. И новый вулык. Молоденький сад. О, Ромка, у меня было с прошлого видео с весны. Пытались, что затривало вас пасиена? Это низко росла конюшина. 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 Яка стрижается раз и потом она не росте. Висока, она низко росла. Очень хорошо. Ага. А это у вас новый вулык? Его же весны не было? Это вулык церкви. Его весны не было. Его весны не было. Ну, его весны не было. Матка цель. Они там все, комаха жили. Ага. Ну, это все, как и было. Это мы видели. Тут мы все видели. Тут мы все видели. Тут утребуется. Тут утребуется. Тут утребуется. Можем даже показать. Ниса, порога не в таком. Ничего себе. Вот такой вот. Вулык мого деда. Вулык уже больше 100 лет. Да, вы весной нам показывали. Я весной показывал. Да. Больше 100 лет. Весной я показывал. А что вы решили, Дениса, вулыки по подзаборчикам? Мы не можем где их поставить. Так будет красиво выглядеть. Правильно. А я рекомендую за заборами. А, там крадут за заборами. Так кому они нужны? А крадут, так? Или боятся. Нет, еще не было у нас того. Руки две, чтобы не было одной. И в поле лишали, и все. Коротивы были без охраны. Без охраны, и никто еще не играл. Ага. Так. Хорошо. Хорошо. С камерой. А, так я лицо закрыл, да? Нет, нормально, смотри. Да? Нет. Круто. Круто. Так, ну, я все показываю. Селфи, тут все селфи. Давайте я селфи сделаю вам против солнца. Займает долгое время, но я хочу перекластися. И когда уже пришел соответствующий моих рук, и я уже в своем жизни пережил, я хочу таки посвятить свое трое бжельничество, что мои дети, мои внуки росли здоровыми насампереду. Это эталон и залог здоровья не только человека, но и нашей нации. И я как раз пропагаю за здоровый способ жизни. И не дурно бжола есть боже комах. И не один науковец, как я сказал, доки бжола, доки будет и жизнь на этом мире. Так что мы должны все прикластисти, кто в этом понимает, чтобы какого-то больше защищать тих комах, и все будет нормально. У вас бжоли, это хобби или бизнес-проект? Починалось как хобби, но немного приходилось как бизнес-проект. Потому что, когда зависит от объемов, когда ты держишь немалую кийкость, и ты много там не затрачаешь, ты только ставишь вопрос, чтобы ты имел возможность, например, у меня есть друзья самодостатные, и их ничем не сделаешь. А такие меди, они все мне не хотят. Я говорю, Юра, такого меди, как ты нам даешь, мы никогда не имеем. И мы там ходим в баню вместе. И что, действительно, не то, что они там перехвалят. Действительно, оно есть, потому что там вкладана душа. Но когда пришел час, я увидел, какие есть перспективы. Поверьте мне, кто бы не нарекал, но перспективы в жильнице есть много. И если вот такие люди, которые сегодняшние приехали до нас в гости, которые действительно занимаются профессионально, при этом спокоен, я думаю, далеко можно зайти. У меня есть много вариантов. Мы делаем все для себя. Ну, я бы то сказал. Кому нужно сейчас взять? Воскотопку, подивите. А воскотопку, да. Воскотопку такой никто не имеет. В польской воскотопке. Мы купили Лисоневскую, но Лисоневская предпочитает газово снизу. Грилку, конечно. Галон газу спалили, а натопили 3 кг воску. У нас хлопцы сделали на дрова. Пойдите, подивите. А еще, пане, хочу сказать, что все посечники заметили, они очень хороши. Душа. Виходит, например, человек с бородом, как душман. Бачите, он очень хороший человек. Вот этот? Да, он грозный, но он хороший. Так, спасибо. 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 Так, я побег до воскотопки. Вы не против? А, гляну, гляну. А так, вот тут такие веские улли. О, тут входят 100 рамок. Розпалюем дровами, извините. Рамки... Почекайте. Просто стоять рамки. Просто стоять. В один, а еще в два? В один. В один. Он в доданной русской рамки стоит. Тут надо на доданы русской рамки водить. Может 100? Может... На 145, можно и двери, да? Можно, и двери, можно и стоять. Может 30? Может, 300. А, ну да, подаем трешку. О, да. Видите, вот эти два? Вно входит, а душа принимает? Нет, это ещё одно. Башка там подводяная, получается, там, да? Двизу башка подводяная. Внизу. А с этим летом 3,10 ковая рамка. А тут виск течет через эти дырки на ту платформу, и вон впереди есть две дырки, и он вытекает тут наверху. А вот этот клапан очень хороший. Очень хороший. Я же говорил, что не лишаешь из ушки. Да, да, я не знаю, я в курсе. Вообще, это газовая она считается. Она рассчитана под газ. Ну, сюда газ. Модернизировали, да. А что, дом? Да. А все, окей. Значит, коры тут привез. В Америке итальянка. Ну-ка, серьерные показатели показывают. Стерьерные, поросли? Оператора опустите. Это итальянка здесь, да? Это в этом году. У-у-у! Такие файлы. Глязь. О, вот это пчелы. Так, не завидуй, ты матке не найдешь, давай. Давай! Что цикаво? Что цикаво, что дочки вообще... Дочки вообще бомбажные. А едет то дочки видны? Девадин. Вот такой вывод хочет подавиться. Вот этой? Нет, вот такой. Это не ход, да? Это курицкая. Водичка. И смотрите прополис, совсем другого цвета. А это запросто. Отлично. Стоп. Окей. А ты, ёлый, крейтин. Я одного не понимаю. Вы же все пчеловоды. Вы же пчёл не видели. Что вы заглядываете? Это турецкий. Ух ты, а это чё? Улый жеребец, блин. Пацан. Ух ты, блин. Термокованный. Учитесь. А там где теплите? А чё здесь надо? Подожди, как твоя карника. Откуда у меня тут карника моя? От чего, Ваня? Это что, от фабро карника? И где она? Так тут нет джоу. Они внизу. А вон внизу всё. Что дав, Ваня, то знаешь. Это не мои пчёлы. Ничего не знаю. Подстава. Подписывайтесь, ставьте лайки и регистрируйтесь. О! Палец вверх. Колокольчик. Да, на колокольчик нажимайте. Турецкий? Да. Там не идут, они в чуле, они не тримают. Что, нет в джоу? Нет. Они не понравились. Мы еще весной-то не очень. Они не идут. Для вторичной, может, Молдавии крашен. Давайте мы заберем в Молдавию, там накреты. Да. Да. Молдавии. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok